Вы смотрите программу «Губерния» и вот главные темы выпуска. Город затопило в сильный ливень, автомобили глохли посреди лужей, теряли номера, пешеходы передвигались по бордюрам и заборам. А вот те самые знаменитые кенишемские виноградники Шрёдингера, которые вроде бы как есть, а вроде и нет. Три года под Кенишмой не может дозреть виноград. Для его выращивания не закупалось ни оборудование, ни лоза. Теперь нет и самого хозяйства. А бесплатно полученная земля осталась в собственности у предпринимателя. Развитие науки, межвузовский кампус, трудоустройство и транспорт студенты химтеха обсудили с губернатором актуальные темы. Что такое Брецель и где его родина? Какими должны быть правильные чиабатта или багеты ивановских школьников познакомили с разными видами хлебобулочных изделий и провели для них интеллектуальную викторию? Мы не знали, что будет дальше. Мы не знали, выживет ли ребенок. Сейчас веке 3,5 года. Она пока не победила болезнь, но ей можно помочь. Подробности в сюжете. Фурмную в рамках учения спасали заложников. Условные террористы захватили студентов колледжа. Покажем, как это было. За звание лучшего каменщика штукатуры сварщика в рамках национального конкурса профмастерства «Строймастер студенческая лига» в Иванове соревнуются рабочие регионы. Основная задача – поднять престиж рабочих профессий. Подробности расскажем. 185 лет в этом году исполняется старейшему ивановскому предприятию «Ивхимпром». В преддверии «Дня химика» расскажем о работе завода и перспективах расширения производства. С вами Татьяна Прокопенко. Здравствуйте. Сейчас об этих и других событиях подробнее. Глава региона продолжил цикл встреч со студентами Ивановских вузов. В пятницу Станислав Оскресенский пообщался с ребятами в Химико-технологическом университете. Ни одна встреча не обходится без разговоров о кампусе. Ведь он, по словам губернатора, один из драйверов развития науки в регионе. А как раз о поддержке исследователя и спросили студенты химтеха. Станислав Оскресенский пояснил, что не так давно несколько вузов региона специально объединили в консорциум, потому что все прорывы в науке сейчас свершаются на стыке различных компетенций. А туда, где есть перспективные исследования и сильные ученые, приходят высокотехнологичные компании. Это еще и рост возможностей для дальнейшего трудоустройства. Хотя ивановские студенты и сейчас не обделены вниманием, что показала недавняя межвузовская ярмарка вакансий. Некоторые работодатели готовы брать на работу даже второкурсников. Рассказал губернатор студентам и о планах по развитию общественного транспорта в городе. В этом году, до конца года, мы сделаем так, что все автобусы будут в Яндексе, все до одного. На Яндекс-картах будете четко видеть, когда идет ваш автобус, по какому маршруту. Ространснадзор занимается нерадимыми перевозчиками и выгонит тех, кто не соблюдает условия. Появятся большие автобусы, так называемые магистральные. У нас же сейчас их нет ни одного. Это должно быть. То кое-где появятся пересадки, но они будут бесплатные. Из-за сильного ливня, который прошел в четверг вечером, в Иванове затопило и участки магистральных дорог, и тротуары, и дворы. Горожане в соцсетях делятся видеокадрами подтопления. Самые яркие – из южной части города, с проспекта Строителей и улицы Шубиных. Это улица Шубиных после ливня. Вокруг стоят машины. Тут стоит. Там, спереди стоит. Это перекресток этих дорог в районе Дома Моды. Огромные лужи здесь не редкость, даже несмотря на наличие ливневок. Они не справляются с большим объемом дождевой воды. В четверг вечером автомобили тут погружались в лужу буквально по пороге. Некоторые машины глохли. А утром кто-то из горожан аккуратно собрал все утерянные во время дождя автомобильные номера и выставил у деревьев, как на витрине. Недалеко от перекрестка в районе торгового центра Ясень дождевую ловушку попали сразу несколько автомобилей. Любопытно, что они готовыми к таким природным катаклизмам в основном оказались отечественные авто. У пешеходов свои сложности. Вода и сверху, и снизу. На тротуар затоплены подходы к домам и магазинам тоже. Ливень и его последствия пришлись по душе разве что детям. Земельная махинация или сложная для выращивания культура. А вот уже как три года на Кенишемской земле не могут дозреть 80 гектаров виноградников. Для их выращивания не закупались ни оборудование, ни семена. Теперь нет их самого хозяйства. А бесплатно полученные земли у предпринимателя остались. Запутанную историю подняли местные журналисты. Сейчас темой занимаются в прокуратуре. Оказалось, что региональные законы о поддержке фермерских хозяйств могут быть использованы для масштабных махинаций с земельными ресурсами. Алина Марычева расскажет подробнее. Эта история началась в сентябре 2020 года. Житель Кенишемского района зарегистрировал крестьянско-фермерское хозяйство и подал заявку на получение земли под виноградники. Как бы странно это ни звучало. Уже через три месяца администрация луговского поселения предоставила ему территорию в деревне Иваниха. А вот те самые знаменитые кенишемские виноградники Шрёдингера, которые вроде бы как есть, а вроде и нет. Под них фермеру дали 80 гектаров земли. Не в аренду, а сразу в собственность, даром и без торгов. Спустя три года здесь нет ни винограда, ни самого хозяйства, потому что уже через пять месяцев после заключения сделки предприниматель ликвидировал фермерство, а землю району не вернул, так как она у него в собственности. Теперь бесплатно полученную землю можно продавать. Закон о передаче в безвозмездное пользование земель для ведения личного, подсобного или фермерского хозяйства областная дума приняла в декабре 2019 года. Размер участка может варьироваться от двух до ста гектаров. Он должен быть невостребованным или числиться в фонде перераспределения земель. Стоит отметить, в этом случае требований к фермеру немного. В отличие, например, от гранта на развитие сельского хозяйства, где нужно предоставить документы о наличии стажа в сельском хозяйстве, готовый бизнес-план, справки о наличии оборудования, скота или семян. Но сейчас в этой истории главный вопрос заключается не в получении земли, а в том, как ее вернуть району. В администрации Луговского сельского поселения нам рассказали, что участок может быть изъят по решению суда в нескольких случаях. Если в рамках земельного контроля надзора на дату проведения земельного контроля выявлен факт неиспользования такого земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет. Если земельный участок используется нарушением законодательства Российской Федерации не менее трех лет подряд, если земельный участок используется нарушением законодательства, повлекшим существенное снижение плодородия земель и вред окружающей среде. Перед изъятием могут быть предупреждения и штрафы. Сельская администрация отметила, муниципальный контроль должна осуществлять администрация Кенишемского района. Но также напомнили, что в прошлом году был введен мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок. По нашей информации, муниципальный контроль на место все-таки выезжал. Но претензий к собственнику участка нет. В частности, трава скошена, деревья не выросли. История с Кенишемским виногранником заинтересовался один из депутатов областной думы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале перед тем, как направить запрос в прокуратуру. Я отлично помню, как принимался этот закон в поддержку фермеров и какие благовидные предлоги были приведены в его пояснительной записке. Закон и правда нужный, но, как не считай, всегда найдутся такие проходимцы, которые используют благое дело на личное обогащение за счет государственного имущества. Не исключаю, что после проверки прокуратуры, по моему запросу, земельные законы в области будут пересмотрены в сторону ужесточения правил выделения земли фермерам. Алина Марчева, Сергей Степакин, телекомпания «Барс». Следователь одного из разделов полиции попалась на получение взятки. Задержали ее сотрудники УФСБ при передаче денег. Возбуждено уголовное дело. В отделе полиции, где работала подозреваемая, расследовали дело об угоне машины. К ней обратился потерпевший с просьбой помочь и выдать ему справку для страховой компании, чтобы он получил 800 тысяч рублей компенсации за угнанный автомобиль. Женщина согласилась, но попросила, чтобы ее взяли в долю, сразу оговорив условия, 20% от страховой выплаты, а это 160 тысяч рублей. Причем 30 тысяч в день получения справки, а остальные деньги она готова была подождать. Во время передачи сотрудница полиции была задержана. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. И если ее вину докажут, то она будет уволена по отрицательным мотивам. Совместно обезвреживать террористов, захвативших социальный объект, учились сотрудники различных силовых и гражданских структур. В области прошли учения «Экран-2023». По легенде, трое террористов запланировали массовые убийства. Они ворвались в Фурмановский технический колледж и открыли беспорядочную стрельбу по окружающим. При попытке задержать преступников, двое из них забаррикадировались в одной из учебных аудиторий. И захватили студентов с заложники. Угрожая убить ребят, они выдвинули требования к властям. Третьего злоумышленника к тому времени задержали при попытке скрыться на автомобиле. Позднее, в результате переговоров, еще один террорист сдался. А последний продолжал удерживать заложников. Но в результате проведенного боевого мероприятия все ребята были освобождены. Действия всех участников руководство учения оценило положительно. Все задачи были выполнены. 185 лет в этом году исполняется старейшему Ивановскому предприятию «Ивхимпром». В преддверии Дня химика, который отмечает последние воскресенья мая, поздравили лучших сотрудников завода. О работе предприятия и перспективах расширения производства расскажет Марина Зинина. На «Ивхимпроме» работает более 300 человек. Средняя зарплата – 45 тысяч рублей. За последние два года производственные показатели выросли почти на 30%. Инвестиции также растут. Около года назад запустили линию по производству рукавов высокого давления. Их используют для перекачки нефтепродуктов из точных вод. Существует тканый каркас, на который через экструдер подается расплавленный полиуретан. В процессе прохода рукава внутри матрицы он застывает. И у нас образуется с двух сторон слой полиуретана, который препятствует доступу среды внутри рукава, которая находится, к тканному каркасу. Продают рукава российским компаниям. В ближайшее время планируют расширить технологический процесс. В этом цехе опытное производство. Выпускают аромидную нить «Кевлар». Высокопрочное волокно выдерживает температуру до 450 градусов. Его используют для пошива спецодежды военной формы. Для того, чтобы сделать промышленный производство, нам необходима будет хорошая машина. Формование с большой мощностью. Но вот такую машину мы сейчас переведем в приговоры с китайской компанией. Если все завершится удачно, то в ближайшее время, наверное, приобретем. Целье часть идет из Азии. И два предприятия российской промышленности, химические заводы. Еще в 2015 году на «Ивхимпроме» запустили производство авиационного бензина. Объемы отгружаемого топлива ежегодно растут. Особенно сейчас в условиях СВО. Сырье используют отечественные. В преддверии Дня химика с праздником сотрудников завода поздравил председатель Ивановской городской думы Александр Кузьмичев. Трудовой коллектив сегодня наращивает промышленное производство. Работает в том числе и на обеспечение безопасности нашей страны. И, конечно же, хотелось сказать слова благодарности и ветеранам химического производства, и, конечно же, тем, кто сегодня работает на химических предприятиях. Наш город – это город серьезной химической промышленности. И у нас серьезная научная база. В планах и в химпрома дальнейшее решение производства, в частности, изделий для нефтяной промышленности. Руководство планирует набрать еще около ста человек. Марина Зеяна, Дейзжельзов, телекомпания «Барс». Сейчас короткая реклама, и вот о чем расскажем далее. Что такое Брецель и где его родина? Какими должны быть правильные чиабатта или багета ивановских школьников познакомили с разными видами хлебобулочных изделий и провели для них интеллектуальную викторию. За звание лучшего каменщика, штукатуры, сварщика в рамках национального конкурса профмастерства «Строймастер Студенческая Лига» в Иванове соревнуется рабочий регион. Основная задача – поднять престиж рабочих профессий. Подробности расскажем. Быстрый интернет до 500 мегабит в секунду. Кабельное телевидение, телефония, видеонаблюдение. Умный домофон для дома и бизнеса. Индеркамтел. Звони и подключайся. 939393. Три с половиной года назад в семье Гуцалюк родилась двойня – Вика и Никита. Рождение малышей ждали с радостью. Однако случилось так, что Вике практически сразу был поставлен неутешительный диагноз. Сегодня ребенок нуждается в срочной операции и помощи неравнодушных людей. Репортаж Ирины Афониной. Вика и Никита – двойняшки. Родились в сентябре три года назад в НИИ материнство и детство. Никита весил 2 килограмма 200 граммов, а Вика – 950. Малышка не могла самостоятельно дышать. Несколько дней провела в реанимации, на ИВЛ. Нуждалась в кислородной поддержке. Затем перенесла инсульт. Катя провела с детьми в больнице два месяца. Вика осталась еще на один. Спасибо врачам, рассказывает мама малышей. Боролись за жизнь и здоровье дочки. Конечно, было очень тяжело морально. В плане того, что мы не знали, что будет дальше. Мы не знали, выживет ли ребенок. Все ли с ним будет в порядке. Вопреки всему, малышка выжила. Врач даже шутила. Не зря Викторию и назвали. Семья дождалась. Вику выписали из больницы, но, к сожалению, с неутешительным диагнозом – ДЦП. Вика нуждается в лечении. Весь уклад семьи сегодня зависит от Викиного здоровья. Мама Екатерины рассказывает, став постарше. Никитка никак не мог понять, почему ему оказывают меньше внимания, чем сестре. Это сейчас, в три с половиной года, он уже научился помогать родителям. Играет с Викой. Девочка не может самостоятельно передвигаться. Ей нужна операция, которую за границей делают давно и успешно. Но средств на поездку у семьи нет. Мы в итоге решили поехать на консультацию в Москву, в НИКИ педиатрии Вильтищева, к Зиненко Дмитрию Юрьевичу. Съездили на консультацию. Врач нас посмотрел. Посмотрел все Викины параметры. Посмотрел, как она ходит. Что она с охранным интеллектом. Что все в нашу пользу. Хирург, который практически единственный делает уникальную операцию в России, заключил – она необходима. И сделать ее надо срочно. Времени почти не осталось. В сентябре малышке исполнится 4 года. Прогноз очень хороший. Я его спросила, говорю, как вы считаете, что Вика сможет ходить? Он говорит, да, она сможет ходить. По итогам операции будет понятно, сможет ли Вика передвигаться самостоятельно или с поддерживающим устройством. Сможет ли она взять своего брата за ручкой и погулять по детской площадке. Операция платная. На данный момент стоит 430 тысяч рублей. Эти деньги ребята уже собрали через социальные сети. Но без реабилитации успеха не будет. Семья Вики Гуцалюк обратилась к волонтеру Жеке Кохомскому за поддержкой. А он, в свою очередь, к нам на Барс. Кстати, Екатерина активно переписывается с благотворительными фондами в ответ отказ. В сборе денег на операцию помогли обычные пользователи социальных сетей. Сейчас семья нуждается в средствах на реабилитацию. Деньги можно перечислить. Реквизит и номер телефона опубликованы на нашем сайте Иванова Ньюс. Либо зайти на страничку Кати Мамаевой в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания Барс. Тревожное сообщение пришло из Шуи на нашу горячую линию. Автор говорит об угрозе жителям остаться без льготных лекарств, поскольку городские власти намерены закрыть единственную муниципальную аптеку. А именно там и только там шуяне получают медикаменты по льготным рецептам. В том числе и сильнодействующие. Мы обратились в администрацию за комментариями. И вот что нам ответили. В соответствии с федеральным законом, который был принят еще в 2019 году, все муниципальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы в форму акционерного общества. На эти мероприятия отводился довольно продолжительный срок. По словам замглавы администрации Шуи Алексея Курилова, окончательное решение по 155-й аптеке еще не принято. Но она будет ликвидирована или реорганизована до января 2025 года. Однако власти заверяют жители, что закрытие муниципальной аптеки не повлияет на получение льготных лекарств. Их будут выдавать в коммерческих аптеках. Для этого с ними будут заключены соглашения. Еще один вариант – льготные лекарства можно будет получить непосредственно в пунктах выдачи Шуйской районной больницы. Этот вопрос ЦРБ сейчас прорабатывает. Что такое Брест или где его родина? Какими должны быть правильные чаобаты или багет? Ивановских школьников познакомили с разными видами хлебобулочных изделий и провели для них интеллектуальную викторину. Акции «Здоровое питание» в школе и дома проходит в рамках партийного проекта «Мир возможностей» и народной программы «Единая Россия». На завершающем мероприятии этого учебного года побывала наша съемочная группа. Тысячи школьников присоединились в этом году к акции, говорят организаторы. Ее задача – доступно донести до ребят, что такое правильное питание и убедить, что оно может быть вкусным и интересным. В рамках этой акции мы провели много мероприятий, чтобы привлечь как раз детей к здоровому питанию, к здоровому образу жизни. Это и городской фитнес-фестиваль, это и фестиваль «Здоровая тарелка» совместно с доскольными учреждениями, это и дебаты, это и экскурсии в колледж пищевой промышленности с мастер-классами. А вот кадры с самого, пожалуй, яркого мероприятия. Звездный шеф Григорий Мосин проводит кулинарный батл, а заодно учит тому, как приготовить вкусный и полезный завтрак. В этот день школьникам рассказали о способах выпечки хлеба разных народов мира. И не только рассказали, но и дали попробовать. К тому же чабата для компании ряд новый вид изделия. Линию запустили только в апреле. Хлеб мне понравился, текстура мягкая. Поры мне нравятся, потому что они большие в хлебе. И так, ну, очень вкусно. А ты слушал лекцию, это правильно чаба? Слушал, да, все правильно. Какой должна быть чабата? Как раз таки с большими порами. И мякиш должен быть полупрозрачный. Так под хруст чабата и стартовала интеллектуальная игра «Питаюсь правильно и все об этом знаю». Мерили с уровнем знаний и сообразительностью 8 команд. Минута на обсуждение вопроса. Еще 5 секунд на то, чтобы отдать жюри написанный ответ. В течение года организаторы акции не только рассказывали школьникам о здоровом питании, но и развенчивали мифы, например, о вреде хлеба. В хлебе и достаточное количество белка, и достаточное количество клетчатки. И как с любым продуктом, в умеренных дозах не надо есть целый батон, он полезен для детей. Хотя дети, конечно, хлеб любят, у меня сама мама троих детей, у меня дети любят хлеб, когда приносишь горячий, они откусывают прямо сразу от булки. И все равно это здоровое питание, потому что все, чему мы радуемся, все приносит нам пользу. В следующем учебном году акция будет продолжена для участников. Даже хотят организовать выезды на предприятие, чтобы школьники, к примеру, увидели, как зимой выращивают клубнику и петрушку. Ряд и уже начал практиковать такие ознакомительные бесплатные экскурсии. Небольшие группы младшеклассников приглашают на кондитерское производство. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». В Иванове в пятницу выбирали лучших строителей. На базе колледжа Политехнического университета состоялся заключительный этап национального конкурса профессионального мастерства среди рабочих строительных профессий региона. Какие испытания ждали участников, расскажет наш корреспондент Владимир Еремин. Даже такую непростую работу опытные каменщики выполняют играючи. Участники конкурса собирают наружную кладку из облицовочного кирпича с фрагментами иллюзорной кладки. Делать при этом нужно быстро и аккуратно. Каменщик Василий Петров – один из постоянных участников конкурса профмастерства. На протяжении двух лет был его победителем. Пришел в строительство по стопам отца. Ничуть не легче задания и у каркасников. Иван Мартынюк лет 15 работает на стройке. У него задание – построить дверную перегородку из гипсокартона. Без ложной скромности, говорит, очень надеется на победу. Строителем пошел работать также по стопам отца. Дома исключительно все делает своими руками. Дом построил, сарай, дететку. Сейчас в дальнейшем планирую баню построить. В рамках соревнований «Строймастер» выбирали лучшего каменщика, штукатура, монтажника, каркасно-обширных конструкций и сварщика со всего Ивановского региона. Кстати, в день 26 мая сварщики отмечают свой профессиональный праздник. Как раз перед ними сегодня стояла непростая задача – уметь шивать металл разными способами. Претенденты должны как минимум обладать двумя способами сварки. На самом деле в жизни это очень важно, потому что, как правило, сварщику сейчас уже требуются универсалы. То есть, чтобы он и владел и полуавтоматом, и ручной, и дуговой. То есть, по большей степени большие предприятия сейчас уже переходят на полуавтоматическую сварку. В ходе конкурса члены жюри к оценке участников подходят максимально требовательно. Важно выполнить не только условик, но и убрать за собой рабочее место. И такие конкурсы, считают его организаторы, помогают сделать профессию строителя еще более престижной. На самом деле в регионе острая нехватка рабочих профессий. Мы стараемся этим конкурсом популяризировать их. Сегодня огромный дефицит каменщиков на стройке, огромный дефицит сварщиков. Почему-то все хотят стать директорами, никто не идет в обычные рабочие профессии. Хотя сварщики на сегодняшний день в Ивановской области меньше 80 тысяч рублей не получают. А между застройщиками идет огромная борьба за каменщиков. Они друг у дружки пытаются их переманить, в том числе и деньгами. Впервые в этом году в упорной борьбе за звание лучшего участвует и молодежь, так называемая студенческая лига. Молодые кадры наравне с опытными строителями смогли показать свои, по мнению членов жюри, неплохие достижения. Победители конкурса ждут уже всероссийские соревнования. Традиционно они пройдут в Москве накануне Дня строителя. Владимир Геремин, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс». Теперь о погоде. Расскажем, что обещают синоптики на ближайшие сутки. Клиника варикоза нет, здоровью да, проблемам нет. Первичный прием флеболога – 1700 рублей. Записывайтесь 300-300. В субботу в нашем регионе ожидается облачная с прояснениями погоды. Температура воздуха днем плюс 20, плюс 22 градуса. Ветер северо-западный – 24 метра в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 57%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели существенно похолодает временами дождь. Сразу после новостей смотрите городскую хронику. Интересные истории, видео, фото направляйте на наши редакционные мессенджеры. Вайбер, Телеграм, номер на экране. Присылайте свои темы через сайт Иванова Ньюс. Звоните по телефону горячей линии 587777. Я с вами прощаюсь. Удачи всем и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин